Но объем не меняется Почему? Объем может меняться Объем может меняться Объем, все может меняться Все параметры, которые здесь записаны 2, как это же 4 Они все не меняются Следующий вопрос Почему тогда они били, скажем, для объема там x, y, z пространственные Они... Нет, они, значит, неравновесие В равновесии Неравновесие Потому что перемещений-то нет x, y, z это перемещение А тут чего, кого тут перемещение? Нет, ну перемещение может быть какое-то, скажем А, перемещение Объем, да, вот маленький объем Ставь большой, да Мы же тут зафиксировали Большой объем Но x, y, z нас не интересует Понятно Вот Когда мы переходим к необратимой диагностике Ну да, там все трех координат Мы должны рассматривать Изменения Так, ну вот, я чувствую такие сложности Восприятие И это естественно Потому что, действительно, понятие так все сложное Но мы должны Изврячие отсутствие Главное, что вот это все изменения Внутренние, пара Они не муливы Они не муливы Все время меняются За счет того, что у нас примерно Да И вот этот промежуток времени Между двумя ближайшими А вот это принципиально имеет значение Что они все время на бесконечно Мало Конечно, тогда мы можем Интегрировать А, интегрировать Понятно Все Считать можем Почему это все? Потому что Мы до сих пор не научились И неплохо не умеем считать Неравновестные процессы Понятно? Неравновестные терминания Неравновестные терминания Стали развиваться только в середине До двадцатого века До этого, так сказать У нас все Классический терминант Она базируется на этом планете И реакция химическая считается Вот Басируешь все до этих Понятно, да? Есть Представим, что понятно Поехали дальше Предположим, что А? Предположим, что понятно Ну скажем так Принимается Ну не то, что принимается 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 Так Поехали дальше Поехали дальше Так Теперь Дадим Некое Аналитическое Толкование Вот того, что я сказал Равновесие И равновесный процесс Равновесие Значит Ну вот В курсе Который мы читаем Университете Мы Рассматриваем Это состояние Для изолированной системы Понятие Равновесие И не изолированной системы Какая там она Открыта Закрыта Давайте рассмотрим Для изолированной системы Опять рисуем Системы Которые Будем считать Что она Изолирована И представим Себе Что там В некий Время Т0 У нас опять существует некий Давление Давление Гравновесие Неравновесие Условия Скажем Как бы создали Неравновесие Условия Накрыли Крупакон Абсолютно Который Неприлицаем Теклоту Ничего Стоит Что происходит Внутри системы Будем просто наблюдать Поскольку система Изолирована То Внутренняя Энергия Констант Куда Энергия Может Не поступать Все Условия Изоляция Так Насколько Процесс Идет Тепловой Поток Есть Масса Перенос Что происходит Что Меняется Меняется Энтропия Системы Энтропия За счет Увеличения Этого За счет Изменения Этих Градиентов Стремление К 0 Масса Перенос Растет Теперь Вопрос До каких пор Она Внутри Пока Есть Градиенты Исчезли Градиенты Максимальное Значение Значение Максимальное Достигли Максимального Значения Что дальше Изменяется Энтропия Естественно Не изменяется Мы можем написать Что для равновесного состояния Это уже Равновесное состояние ДС Поскольку она уже становится Константой Да ДС Равновесное состояние Да Можно поставить Такую графику Ну Тут сейчас Такой график Рисую Вот у нас Энтропия Вот она Скажем Вот Вместо Состоя Т Мир А здесь Время Вот Время Вот Вот Расстоп 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 Изменяется Таким образом Изменяется Таким образом Расстоп Все Здесь уже Не имеют никакого Изменения Теперь Любое Отклонение От состояния Аравновеса Приводит Почему? К унижению терапии, да? К унижению терапии. Она не может вышибнуть, она нормальная. Поэтому, например, вот эта вот, правильно пишет, вторая производная. К унижению терапии, она будет выращена. Всё, отклонение терапии. У меня вовку на же части. А? У меня вовку на же части графика, да? Ну, может быть, там во времени, может быть. Нет, для первой части вот этой. Ну, для первой части. Если у меня терапия сравняется... Ну, может быть, на каком-то варианте можно отсюда, так сказать, время-то идёт, так сказать, можно понизить энтропию, да? Но всякое понижение... А какой физический смысл у нас в данной производной? То, что у нас любое отклонение от равновесия только понижает энтропию. То есть это вообще великая вещь. Это означает, что любое отклонение от максимума приводит к упорядочению системы. Ведь понижение энтропии упорядочено. Правильно? Правильно. Правильно. Эта миссия максимально непорядочная система. Ну! Ну! Шикарно! Отлично! Ну, давайте поговорим о этой теме действительно очень важной работе. Э-э-э... Э-э-э... Два мешочка. Один мешочек, шина там, не только, шика здесь, смеша. Так? Энтропия максимальная смесь. Да? Для того, чтобы нам разделить, опять, нам нужно приложить усилия в уменьшую терапию. Но и как-то там всегда, так сказать, вот это выпуклые комнаты. Вот такая выпуклая комната. Почему выпуклая комната? Асинтетически? Ну вот... А почему? Ну, потому что когда у нас большие неровности, у нас поток большой. Когда у нас больше введение, поток больше. Меньше введение, то нагревает. Ну вот, как чайник, остывает. Он сначала быстро остывает, а потом приближается к комнате. Медленно, медленно, медленно. Кто с собой? Закон природы. Закон природы. Хорошо. А? Чего? Состояние равновесия, тропия равна нулю. Ну, в смысле, ТС. ТС равна. Не тропия равновесия, она максимальное значение имеет. Она имеет максимальное значение. Никакое, но это для данной системы не будет. Это пример. В принципе, может... Ну, в принципе, энтропия – это число. И как считается это число? Ну, знаю. Вы знаете. Это все считается тогда. А это какой-то пример такой. А тропия начну. Была равновесия, стала равновесия. То есть вот от этого максимума у нас получается дальше... Любое клонение максимума только понижает эту энтропию. Но для того, чтобы понизить, нужно влезть в эту систему. Она и загрязана, но мы не можем влезть в нее. Да? Любое... Опять, мешочки, так сказать, нам разделить на пшено и так далее. Нам нужно залезть и разделить это внешнее вмешательство. Любое внешнее вмешательство только понижает энтропию. Упорядовщик, наверное. Упорядовщик. Упорядовщик? Нет, нет. Хорошо. Хорошо, поехали дальше. Значит, вот условия равновесия и равновесия для неизолированной системы. Теперь ГИПС распространил... Нашел вроде еще один критерий равновесия для неизолированной системы. Что он рассматривает, в принципе? Для открытий. Да? Не изолированная, достаточно, чтобы вытекало, не алипатически, чтобы тепло вытекало. А как? Может и все вещества вытекать оттуда. Не обязательно. Надо, чтобы тепло оттуда вылезало из этой системы. Понятно? Не изолированная система. Значит, ну коробчик как комната, да, из которой мы выходим.